Дайте себе шанс. У кого-то это бывает с первого раза, у кого-то это бывает через какое-то время вы вдруг влюбитесь в друг друга. Плачьте обязательно, потому что это такая мощная профилактика психосоматики, это такая психогиена, если хотите. Ну нереально тащить с собой вот этот старый чемодан и вытаскивать этих скелетов из шкафа. Скорее уже не они выбирают, а их выбирают. И это тоже вызывает такие неприятные ощущения. Ну разверните вы свой предыдущий опыт. Идите фрейдовским путем. Но бывают ведь отношения более, так скажем, легкие. Да, да. И многие себя останавливают и говорят, я буду хранить себя для большой любви. Нет, нет. Вот, расскажите про это. Не надо себя останавливать. Мы говорим об обиде, как с ней работать. Я вам прям расскажу технологию, состоящую из четырех пунктов. Дорогие друзья, здравствуйте. Во-первых, огромное вам спасибо за теплый отклик, за все ваши комментарии. А сегодня у меня долгожданная гостья и долгожданная тема. Возрастной психолог Елена Дрождина. И говорить мы будем об отношениях, об отношениях. И причем о новых отношениях в зрелом возрасте. Назовем его так за 40. На самом деле, вот мы приходим к какому-то возрасту. Мы прожили жизнь. У нас был какой-то опыт. Мы уже лучше знаем себя. Мы побыли в разных отношениях. Казалось бы, есть уже свобода, есть какая-то мудрость. Но многие остаются одни, несчастливы, одиноки. Вроде бы и хочется каких-то новых отношений. И боязно. Где системная ошибка? Вот первое, наверное, на что я бы обратила профессиональное внимание. На так называемый депрессивный эпизод. Или на какой-то хронический стресс. Но, скорее всего, даже на депрессивный эпизод долго длящися, возможно. Ну, это угнетенное настроение. И очень часто долго длящися. И это не просто какая-то история такая современная. Я задепрессовала. Знаете, это не про это. Да, у меня депрессия. Это совсем не про это. Это во многом чувство вины. Это такие какие-то уже глубокие смысловые переживания. И связаны они как раз во многом с тем, что был какой-то неудачный предыдущий опыт. Я, на самом деле, читала как-то давно. И мне запомнилась эта фраза о том, что те люди, которые были счастливы в прежних отношениях, ну, почему-то они расстроились или как-то по-другому это произошло, то они с легкостью вступают и создают новые тоже очень качественные, счастливые отношения. Очень верно. А вот те, кто и обжегся, не получилось, потерял своего партнера, тем еще сложнее вступить в отношения. Очень верно. Ну, вот первый фактор – это все-таки депрессия. И к этому надо очень внимательно отнестись. И почему я про это говорю? Потому что если вовремя успеть дать себе условно, не хотелось бы применять термин, но нужно серотонин, ну, его в бананах недостаточное количество. И, конечно же, существуют препараты, которые компенсируют его недостаток. И очень важная история антидепрессантная – это история про то, что у тебя между тобой и миром в этот момент становится такое стекло, и ты настолько остро не реагируешь на этот мир. Ты не реагируешь на те свои переживания, на те условные, так называемые, флешбеки – это такие вот картинки тех прям травматичных историй. Это очень такая важная поддержка тебя. И дальше ты с ровным настроением или уже с повышенным настроением начинаешь, слава богу, видеть эту жизнь и радоваться этой жизни. Ну, депрессия, конечно, такое измененное состояние. Но она во многом, она очень значимая. Следующий момент, принципиальный момент – это момент, когда ты наступаешь на одни и те же граммы. И тебя это тоже останавливает. Ты не включаешь анализ, почему ты наступил на одни и те же граммы. Вот это вопрос серьезный. Это парадоксально, что, конечно, как превратить опыт в мудрость? Между ними, казалось бы, почти слова-синонимы, однако же так не происходит. И вот эта тема заезженной пластинки. И как мы в разных внешних воплощениях выбираем один и тот же тип мужчины, что с этим делать? Ну, надо развернуться. Есть оценка 360 градусов. И надо абсолютно точно не идти предыдущим путем. Например, если вам нравятся харизматичные мужчины, попробуйте больше не обращать внимания на харизматичных мужчин. Ну, если они цепляются. И посмотрите. Ну, и тогда продолжайте наступать на свои грабли. Если вам нравится, если для вас это зона комфорта, если вы не хотите сами с собой обучаться. Что нужно иметь в виду, когда мы говорим о каком-то осознанном отношении, когда человек делает выбор? Я хочу новых отношений. Что он должен иметь в виду? Ну, он должен постараться предыдущий опыт не переносить на новый, не проецировать ни в коем случае. И, конечно же, он должен, вот это слово не любят психологи, но он должен доверять, потому что без этого вообще ничего будет невозможно. Ну, нереально тащить с собой вот этот старый чемодан и вытаскивать этих скелетов из шкафа. А с другой стороны история, когда ты пытаешься встать на позицию другого человека и пытаешься понять, вообще, насколько ему там легко, трудно. Вот я женщинам все время рассказываю, мужчины, они более уязвимы. Почему? Они же с самого маленького возраста вынуждены, бедные, не плакать, держаться всегда в постойке смирно. Да, они обязаны вот все время что-то вот из себя изображать такое. А нам с вами простительно, извинительно и разрешается плакать. Я вообще всем говорю, женщинам, плачьте обязательно, потому что это такая мощная профилактика психосоматики, это такая психогигиена, если хотите. Мужчины, ну, если мы про какой-то сейчас такой образ говорим, то мужчины вынуждены быть в постойке смирно. Вы представляете, как им нужна женщина в какой-то момент не просто как жена там, да, и не просто как любовница, а в какой-то момент ему нужна женщина-мама. И, может быть, во многом даже женщина-мама. Та женщина, которая просто тебя когда-то там выкармливала, да, и держала тебя, и давала тебе теплые отношения. То есть она уж тебя, может быть, из бутылочки даже кормила, но она тебе давала вот это состояние покоя и тепла. Вот когда ты можешь встать на позицию другого человека, глубоко аналитически. Есть какие-то приемы, какие вопросы нужно задать женщине, чтобы она пересмотрела свой опыт и оставила этот чемодан вместе с этой ручкой и вообще не несла это дальше по жизни. Есть какие-то приемы такие, да? Ну, приемов масса. Задать себе вопрос. Это такая психопатистическая. Обычно все любят писать, есть такое «кто я» упражнение, такое классическое, начиная с подросткового возраста. Да, оно не совершенно такое имеющее право быть, толковое. И обычно все-таки как-то все пытаются себя там позиционировать в какой-то такой, знаете, смесь такая, винегрет какой-то. А здесь нужно четко разделить на плюсы и минусы лист бумаги и посмотреть вообще, вот как-то стараться искренне, да, в отношении себя. А что у меня не так-то? И я там несколько раз в одних и тех же отношениях была, да. И я вообще-то там как-то веду себя не как женщина, а как мужчина. Я все время властвую. Ну, вот какие-то такие критерии, да, неженского поведения. Вот сейчас это очень актуальная и востребованная модель, когда женщина силу воплощает в агрессии и как раз в такой... Да, да, да. Абсолютно трансформация в мужскую, какое-то обличие в мужскую роль. И фрустрирует мужчину при этом, то есть она его, конечно, очень унижает. Вот без терминов, опять же, она его унижает. А женщина что должна делать? Вот я почему про маму стала говорить, да? Она должна его возвышать. Женщина-миротворец, женщина-дипломат, женщина-мягкая, женщина-вода, мужчина-камень. Что делает вода? Она его обтачивает. Ну, не быстро. Вот знаете, женщина попадает в такую ловушку, мне кажется, именно женщинам это свойственно, когда она начинает от мужчины ждать, она в состоянии ожидания определенного, в состоянии выставления какого-то счета за то, что она нежная, за то, что она терпит, за то, что она забота, да? То есть ей не просто с мужчиной хорошо по факту его существования, он ей дает вот своей личностью, фактом своего существования, нахождение в месте. Не происходит этого обмена, а происходит обмен на таком уже более каком-то бытовом уровне, ты мне одно, я тебе другое, женщина недовольна этим. И потом она переносит это и думает, что, ну, собственно, а зачем, а ради чего? Опять входить в какую-то новую историю и начнется, а уже не хочется так отдавать. Ну, что здесь можно сказать? Здесь вопрос опять к самой себе. Ну, для современного мира это в кавычках норма. Но если мы говорим про содержание и про смыслы какие-то жизненные, то нужно тогда задать себе вопрос, а вообще зачем я пришла в эту жизнь? Если я пришла для самой себя, ну, вряд ли Господь вот так вот нас всех прислал для самих себя. Явно, что мы пришли друг к другу, друг к другу, услышите меня, пожалуйста, слушатели, послужить. Друг к другу послужить. Друг к другу послужить, конечно же. Конечно же. И вот это понимание глубокое. Очень мало кто стоит на этой позиции друг к другу послужить. Особенно в наше время крайней индивидуализации такой, да, крайнего такого эго. И можете поделиться вашей историей. Как вы познакомились? С какими мыслями? Это было... Что это было? Расскажите. Ну, то, что можно рассказывать. Ну, не, можно научиво рассказать. Ну, вообще, я такой человек, который очень долгое время был в депрессии. И я знаю, что такое ходить лицом в пол. И поэтому, когда женщины ко мне приходят вот с этой темы какой-то, с чего мы начали, я им все время говорю, что давайте делать с вами упражнения, если вы не хотите принимать антидепрессанты, не хотите идти к психиатру, давайте делать упражнения, как вот нас учили, там, во-первых, в курсах университета, вы, пожалуйста, смотрите в метро или еще где-то на людей и сопереживайте. Вот найдите для себя лицо какое-то такое вот грустное или еще какое-то и начинайте сопереживать. И чему это помогает? Ну, это помогает все-таки вылезать без антидепрессантов, начинать. И когда все-таки чудесным образом я вышла из этого состояния, мне, понятно, была какая-то еще жизнь замечательная, профессиональная, там, ребенок и всякое такое, и, там, любимое, не знаю, искусство, и музыка, все это было, безусловно. Но когда я вышла из этого состояния, скорее всего, я человек православный и, скорее всего, каким-то таким, знаете ли, путем в какой-то момент отчаяния я просто сказала одному из святых, которого я очень люблю и почитаю, просто попросила его, ну, помоги мне, если возможно, ну, дай мне семью. И когда вдруг, буквально на следующий день, человек, который за мной уже некоторое время приглядывал, там, несколько лет приглядывал, вот, и когда вдруг он мне сказал прям вот одну фразу, то, что говорят, вот, я была в ужасе, потому что у нас разница в возрасте какая? 11 лет. И... Он вас старше. Да. И я подумала. Ну, нет. Ну, и дальше, что произошло, и я шла берегом моря и думала, думала над этим. И потом я вспоминаю, господи, ну, я же молилась, и мне же это дано вообще, что я творю? Вот. Ну, и дальше там как-то развивалась. Елена, вопрос из Инстаграма. Как начать новые отношения после 45-ти, если давно живешь одна? Ну, вот, взять и начать. Есть единственный способ работы со своим страхом. Да. Это идти навстречу страху. Других вариантов вообще нет. Если ты хочешь, ты это сделаешь. Велика роль мотивации. Тебе это для чего-то надо. Почему я сто раз возвращаюсь к слову депрессия? Ты боишься, и ты не хочешь, и ты грустишь. Что нужно делать? Нужно себя просто, знаете, как барон Ненхгаузен, вытаскивать за волосы. Других вариантов нет. Но бывают ведь отношения более, так скажем, легкие. Да, да. И многие себя останавливают и говорят, я буду хранить себя для большой любви. Нет. Вот, расскажите про это. Не надо себя останавливать. Я своим пациентам говорю, отнеситесь сейчас к этому периоду, как к тренировке, как к обучению в первом и втором классе. Вы сколько учились писать? Вы учились писать точно в прописях два года. И здесь, раз у вас такой период, когда вы еще не очень понимаете, что вас ожидает, влюбились, вы не влюбились и так далее, отнеситесь к этому как к упражнениям и не завершайте эти отношения. Не бросайте, да. Вообще, женщина, ответь ты мужчине, ответь. У нас же такая история, что мы сразу же, я про себя раньше говорила, не влезай, убьет. Дайте человеку шанс, дайте себе шанс. У кого-то это бывает с первого раза, у кого-то это бывает через какое-то время вы вдруг влюбитесь друг к другу. Какой прекрасный совет. Все очень индивидуально и еще раз говорю, смотрите друг на друга, едете в машине, смотрите на мужчин. У вас есть идея про сострадание и сопереживание, заложенное внутри. Можно, конечно, стрелять глазами, безусловно, но я думаю, что это вопрос не про стрельбу глазами был. Но еще мне кажется, что женщины вот такого среднего возраста, они сталкиваются с таким моментом, что в этом возрасте скорее уже не они выбирают, а их выбирают. И это тоже вызывает такие неприятные ощущения. Что вы здесь можете сказать? Вот я еще раз говорю, ответьте сначала им, и потом попробуйте посмотреть на них, на этих мужчин, не с точки зрения своих старых клише, и посмотрите на них с благодарностью. Он вот так-то на тебя посмотрел, он тебя выбрал. Ну, разверните вы свой предыдущий опыт. Идите фрейдовским путем. Фрейд что говорил? Все надо перевернуть в этой жизни. Пойдите его путем. Ты великий был психиатр, психолог, достойный человек Нобелевской премии. Замечательно, когда получаешь такой профессиональный совет, не отказывайте, семей ни в чем. Еще один вопрос из Инстаграм. Я не могу освободиться от прошлых отношений, хотя они закончились три года назад. Встречаюсь и сравниваю. Точно знаю, что ничего там не будет, но хочу новых. Понимаю, что не готова. Что сделать? Это такая ужасная, конечно, история, когда вот тот предыдущий опыт тебя так вот перекрывает. И ты совершенно алогично здесь генерализованно мыслишь, центрировано на то, что да, больше ничего не возможно. Залипаешь, да. Есть такое понятие когнитивная терапия, познавательная терапия. Надо тогда идти этим путем. Можно купить учебник Бека, который называется когнитивная терапия. Он совершенно доступный вот на, скажем так, для непрофессионала. И внимательно его почитать, может быть, не один раз. И там у него есть множество способов работы с негативными мыслями. И надо использовать эти методики. Он там прекрасно в таблицах обозначает, как одну мысль переводить в другую. И есть еще такая экстремальная техника, когда ты должен представить, например, что-то, что ты вообще не выносишь из еды. И представить это рядом с этим человеком, ассоциировать. Но это одна из техник в ряду. То есть, вот она однозначно одна не поможет. Но когда ты начинаешь с когнитивной терапии, потом, может быть, к этому переходишь, то в совокупности даст результат. Вот, например, два зрелых человека начали жить вместе. Это же тоже возникает масса вопросов, потому что каждый приходит со своим опытом, начиная от того, как позавтракать, заканчивая, как провести время. Что здесь? Как здесь можно соединить? Как добиться гармонии? Если мы говорим про 40, или 45, или неважно, мы все равно говорим про мудрость начинающуюся. А начинающаяся мудрость это про то, что он-то может быть интересен. Почему все время я-то? Это первый момент. А второй момент. Он меня расширяет. Наше взросление это расширение. Это ни в коем случае не сужение. Это вот пока мы маленькие детки, мы мало что знаем с вами. А дальше мы с вами приобретаем огромный опыт. И вы отнеситесь к нему опять-таки с благодарностью с точки зрения в том числе и обогащения своего опыта. Все время мне хочется говорить про критичность. Я прошу прощения к самой себе. Он же тебе дальше тоже будет благодарен. Вот такой вопрос, кстати, из Инстаграма еще один. Как получить больше личного пространства, не обижая любимого мужчину? Только искренней речью. Есть вообще очень важное правило. Оно называется правило эмпатийного общения. Это такая ценная методика, которую используют в воспитании детей. И я ее рекомендую обязательно в личных отношениях не использовать, что ли, а вот прям жить так. Нужно всегда говорить о чувствах. Нужно сказать, что, ты знаешь, вот мне сейчас реально где-то там закололо, или мне сейчас действительно плохо, или еще что-то. Про свои чувства. и поэтому вот я сейчас это не могу, но я там смогу тогда-то. Давай можем тогда-то. Или, если тебе это очень нужно, значит, тогда я сделаю то, что ты просишь. Но чувство это вообще то, что решает конфликтную ситуацию. В этой связи есть совершенно великолепная такая техника работы с обидой, которая благодаря проговариванию всех чувств и благодаря тому, что ты и про себя, и про другого начинаешь что-то такое понимать. Она вообще позволяет решать конфликтные ситуации наши. Но это всегда про чувства. Если мы говорим об обиде, то как можно ее отработать, как вы говорите, профессионально? Есть великолепная техника, и я вам прямо ее дам в четырех шагах. Вы возьмите с собой бумагу, А4, белую. То есть вот сейчас можно взять какой-то лист бумаги, ручку, карандаш. Ручку на какой-то горькой обиде, на каком-то очень таком неприятном для вас трагическом событии. Ну и это могут быть мужчины, это могут быть даже родители, причем это, кстати, не важно, про что речь идет. И постарайтесь ее выплеснуть, калякой-малякой. Не надо людей рисовать, не надо рисовать историю. Просто накалячите что-нибудь. Можете предметы нарисовать, что хотите, выплесните ее из себя. Вот вы что-то нарисовали такое. Ну какие-то сейчас такие побочные вещи расскажу. Если это маленький рисунок, значит это маленькая обида. Если это большой, это большая обида. Но это не важно. Важно, что вы ее выплеснули. А дальше возьмите ручку и по горизонтали начинайте записывать. Сначала циферка 1, на этом же листочке бумажки. Напишите обида. И дальше вспоминайте все чувства, которые по цепочке в тот момент вас одолевали. В тот момент, когда вас этот человек как-то обидел. в то состояние. Вернуться в то состояние. И именно то ситуацией прорабатывать. В этот момент могло быть кроме обиды какое-то одиночество. Могло быть и злоба какая-то на этого человека. Могла быть какая-то история про потерю твою. Чувств вообще-то бывает до 15. Их много. Ты их в строчечку записываешь. Обида, потеря, одиночество. В строчечку. Внижение. И ты пишешь их в строчечку, потому что у нас с вами будет 4 пункта, и они будут идти друг за другом. Они будут идти по вертикали. А по горизонтали, вот как в тетрадочках принято писать в первом классе, ты пишешь все эти чувства. Чем больше ты их вытащишь из себя, тем будет лучше. Они могут быть противоречивые. Это может быть одновременно любовь и ненависть. Бывает такое. горечь, потеря, боль, фрустрация, это невозможность достигнуть цели. Много-много всего. Это первая часть. Вторая часть. Твоя задача лаконично, очень коротко сформулировать ситуацию, в которой эти чувства возникли. Что это была за ситуация? Это была ситуация, когда тебя не выслушали и грубо прервали. Это была ситуация, когда тебя перевернули твои слова и тебя оболгали. Это была ситуация, когда тебя предали. Измена это может быть. Измена, когда тебе много лет, может быть, пришлось так страдать, тебя унижали. Любые ситуации. Я не буду продолжать. Это второй был пункт. Третий пункт. Вы должны написать слово требую, но когда говорите, вы говорите только слово хочу. Требую для усиления. Вот сейчас это нужно просто из себя выплюнуть, я прошу прощения. Вы пишете требование, уставите восклицательный знак и пишете, что вы хотели бы. Услышь меня, пожалей меня, помоги мне и так далее и тому подобное. Не говори мне так, не делай так, мне больно, поговори со мной и так далее. Последняя цифра это цифра 4 и это спасибо. И это спасибо тебе не за то, что ты в принципе что-то когда-то для меня сделал, а именно за эту ситуацию. Что ты научилась? Что ты в этой ситуации не только научил. А может быть ты мне позволил на себя посмотреть на какие-то такие негативные стороны, такие сокрытые во мне. И ты, вот как каждый человек в восточной мудрости говорится, никому ни друг и ни враг, а каждый встречный тебе великий учитель. Вот эта история про критическое отношение к себе, вот эта история про работу с обидой. Вы знаете, мне кажется, что отношения в том числе это еще и навык, которые отношения состоят из мелочей, из каждодневных тоже наших реакций, из каждодневных каких-то мелких таких моментов, жизненных абсолютно. и вот если разделить на хорошие привычки, которые способствуют укреплению, да, и есть плохие привычки, чего не нужно делать, можете какие-то рекомендации? Да, конечно. Хорошие привычки это так называемые поглаживания. Не обязательно физические, но психологические поглаживания это просто теплый взгляд, это сказать, что ну вообще, ты же вообще сам же замечательный или смотри, как здорово у тебя получается. Самая простая вещь, то, что написано в книжке Эрика Берна. Вот почитайте люди, которые играют в игры, в игры, в которые играют люди. Какие плохие привычки? Унижать человека, орать и не извиняться при этом. Еще знаете, есть такая привычка, ты должен был так сказать. Вот знание того, то есть превращаться совсем в мамочку, ты должен был сказать так. Ну да, история продолжена, история продолжена, она никому не нравится. Я раньше тоже сказала, что психологи тоже не любят этого слова, должен. Ну, вы правы абсолютно, да, это тоже дурная привычка. И можно было бы вообще поспрашивать у троих своих близких знакомых, здесь тоже она великолепная техника, у мужа вряд ли, или у партнера вряд ли, может быть, он тебе не скажет. А у близких людей надо спросить про свои лучшие качества и про свои худшие качества. И они тебе помогут вот здесь тоже по-другому посмотреть на свои дурные привычки. Ну вот так все-таки, мы так о многом поговорили, формула личного счастья для зрелой женщины, для зрелой пары, в чем она? Так, ну, первое, это про интуицию, следуй своей интуиции. Своим чувствам, значит, да. И своим чувствам. Второй момент, тот предыдущий опыт переведи в ресурс, мы говорили, да, и на новые отношения не смотри слепо через предыдущие отношения. И самое главное, вот ты должен, ты должен, здесь слово очень точное, ты должен доверять. Без доверия невозможно строить никакие новые отношения. Следующая история про то, что тебе нужно бы поработать с предыдущей обидой. Есть масса вариантов на эту тему. И четвертая история, это, наверное, про то, что ты переворачиваешь все и пытаешься посмотреть на все с другой стороны. Ты выходишь из так называемой зоны комфорта. Из привычного всего. И становишься творческим человеком. Ты привык ходить в джинсовой униформе. Да надень ты уже платье. И понуть себя походить какое-то время в этом платье. Включи свои другие какие-то внутренние ресурсы. Ты, пожалуйста, общайся, ходи в столько возможностей у нас, как и раньше было. Столько музеев, столько концертных залов и так далее. Сейчас это так не принято. Просто стало не принято для взрослого человека. Не принято. Сейчас я вам расскажу случай с моей пациенткой недавней, когда она просто развернулась в коридоре, в фойе. И упала в руки мужчине. И все. Да чудеса. Вы поймите, нас окружают чудеса. Если ты смотришь на эту жизнь просто как на одно и то же, одно и то же, да, с тобой будет одно и то же. А если ты смотришь на то, что мир удивительно богат, разнообразен, преодолев депрессивные переживания, можешь посмотреть. И смотришь на это как на чудо, и, конечно, тебе Господь подаст это чудо. Но это моя абсолютная уверенность. Елена, спасибо большое за этот разговор. Друзья, если вы нашли свою формулу счастливых отношений, очень вас прошу, пожалуйста, поделитесь ею, пишите в комментариях. Пускай эти ваши истории вдохновят тех, кому сегодня одиноко, кто не нашел свою любовь, но очень хочет. Подписывайтесь на наш канал, а также на мою страничку в Инстаграм, где мы продолжаем все эти темы. До скорой встречи, счастья вам, берегите себя.